Всем привет! С вами Зауральский Садовод. Сегодня у нас на календаре 8 ноября. И несмотря на то, что на улице у нас холодно, очень-очень пасмурно, солнца практически нет, у меня вот такая вот красота на подоконнике, которая поднимает мне настроение, которая радует мой взор. Я любуюсь, подхожу и вспоминаю лето. Колиусы. Мои любимые колиусы. Вот такие вот красавчики у меня растут. У меня есть еще череночки на другом подоконнике. Они стоят там, совсем малыши еще стоят. Но потом как-нибудь в течение зимы, может быть, тоже их покажу. Несколько сортов я, к сожалению, потеряла. Потеряла Джельду, потеряла Эппл Минт, потеряла Камбат. И так, розовый Леопард потеряла. Не знаю, как у меня их не оказалось. Черенковала все. Вроде бы все пересаживала, вроде бы все укоренилось. А потом вот начала проводить ревизию. И смотрю, этого нет, этого нет, этого. И очень-очень я расстроилась. Придется сейчас снова приобретать эти сорта. Ну, ничего страшного, будем приобретать. И три сезона они меня радуют. Надеюсь, будут радовать еще долго. Приобретаю какие-то новые сорта. Оставляю старые сорта. Что-то отсеиваю, что мне не очень нравится. В общем, расскажу, как они у меня зимуют. Где они у меня зимуют. Ну, начну с того, что осенью я снимаю череночки. Я не заношу маточные кусты. Снимаю свежие черенки, укореняю их в воде, пересаживаю их в грунт. Грунт у меня торф нейтрализованный с перлитом. И высаживаю в горшочки. Высаживаю вот в такие горшочки. Горшочек объемом 1,6 литра. Можно взять горшочек поменьше. 1 литр. Высаживаю по одному черенку. Где-то бывает по 2 черенка. Можно высадить по 3 черенка. Ну, это, знаете, как сказать, экономить место. Чтобы каждый черенок не высаживать в литровый горшок. Можно в 1 литровый горшок посадить 3 черенка. Ничего страшного в этом не будет. Так, стоят они у меня на южном подоконнике. На северном подоконнике они у меня тоже могут стоять. Но там они уж совсем прям вытягиваются. Такие слабенькие становятся. На южном подоконнике все-таки им повеселее. Подсветки у меня здесь нет. Сейчас вот я включила подсветку для того, чтобы вам показать колеусы. Потому что у нас очень пасмурно. И ничего особо тут не покажешь без подсветки. Можно, конечно же, их выращивать и на стеллажах под подсветкой. Ничего тоже в этом страшного нет. Здесь кому как нравится. Но под подсветкой у меня места для колеусов нет. У меня они будут поярче, будут красивее. Но мне главное сохранить колеусы в любом виде. Я не заморачиваюсь тем, как они выглядят зимой. Я не стремлюсь к тому, чтобы они у меня в зимнее время были супер яркими какими-то. Вот как они есть, так они и есть. Да, они теряют свою расцветку. Причем некоторые очень теряют свою расцветку. Вот, допустим, ажурные чулочки. Если они у нас летом имеют такую фиолетово-синюю какую-то сеточку. Вот здесь немножко еще можно увидеть эту сеточку. Не знаю, видно вам будет или нет. Это уже вот этот молодой прирост, который у меня растет уже вот в этих условиях домашних. И, конечно же, расцветка у него полностью изменилась. Он стал практически однотонным. И вот как только солнышко начинает, немножко на него попадать, появляется чуть-чуть расцветочка. Вот здесь вот можно заметить. Видите? Вот эта вот каемочка темная появляется. Только солнышко исчезает, пасмурные дни наступают, все, лист полностью салатовый. Все придет в норму, как только они переедут весной в теплицу. Там они все свои краски покажут, и все будет хорошо. Ну, какие-то теряют расцветку, какие-то не теряют расцветку. Например, вот этот колеус, он практически не теряет свою расцветку. Вот этот вот зефир тоже не теряет расцветку свою. Какие-то, наоборот, даже становятся ярче при пасмурной погоде. Вот этот вот, допустим, на солнышке, он очень выгорает. А когда солнце меньше, то вот эта розовая прожилка, она становится, наоборот, поярче. У нас Colorful. Ну, тоже такая расцветочка бледноватая. Так, температура здесь у меня на подоконнике примерно 20-22 градуса. У меня здесь батарея внизу, и достаточно им тепло. Никакого холода быть у них не должно, потому что колеусы холод не любят. Где-то загнивать корневая система, будут подгнивать стебельки. Но, естественно, ничего хорошего из этого не получится. Колеус просто погибнет. Поэтому корням все-таки должно быть потеплее. На подоконник можно положить какой-то утеплитель. Я утеплитель не кладу, потому что у меня, еще раз скажу, у меня батарея под подоконником, и очень им здесь тепло. Ну, конечно, они подвытягиваются. Иногда у них опадает лист, вот, допустим, вот так вот подсыхает. В этом ничего страшного нет. Если опадает нижний лист, это просто-напросто он стареет, и колеус сбрасывает свои листики. Стараюсь не допускать пересушивания. Почему? Потому что начинает падать не только нижний лист, начинают падать листья, которые находятся у нас вот здесь выше. Они начинают подсыхать, и тоже начинает колеус листопадить. Но, чтобы вот этого не допускать, чтобы все-таки у нас растения были более-менее в каком-то таком хорошем, приглядном состоянии, лучше не допускать пересыхания. Вот так как у меня торф все-таки преимущественно, никакого тяжелого грунта я не добавляла, пересыхает очень быстро. Вот буквально вчера поливала, сегодня уже смотрю, все, такой суховатый грунт, надо будет снова подливать. Удобрением я в зимний период не пользуюсь, потому что, ну, колеус это достаточно такое простое растение выращивания, которое, можно сказать, растет само по себе. Если ему хорошо, ему тепло, комфортно, то с ним все будет нормально. Смотрениями я пользуюсь только в исключительных случаях. Это если, допустим, я вижу, что черенок у меня был пересажен, он плохо наращивает корневую. Я могу дать какую-то подкормку с повышенным содержанием фосфора. Если, допустим, я вижу, что, ну, вроде и корни такие хорошие, более-менее растут, а сама надземная часть плохо развивается, как-то тормозит в росте, стоит на месте, здесь могу комплексное удобрение дать с равной формулой, допустим, 18-18-18, 20-20-20, ну, там разные формулы. Либо могу дать азотное удобрение, просто азотное удобрение, любое. Вот смотрю, у меня колиус, он растет, ему все замечательно, корневая развивается, надземная часть развивается, лист не сохнет, ничего с ним не происходит, значит, ему все нравится, ему комфортно. Поэтому я считаю, что подкормка здесь никакая не нужна. Могут колиусы в зимний период вот так скручивать листья. Иногда это может быть из-за наличия вредителей, паутинный клещ может на них подселиться. У меня на них паутинного клеща нет, здесь просто-напросто ему немножко жарковато. Жарковато вот из-за батареи. Ну, а тоже в этом ничего страшного нет. Тут, конечно же, важно следить за тем, чтобы не было паутинного клеща, не было трипса. Думаю, что на них может и тля поселиться, и белокрылка, наверное, может. У меня этого никогда не было, за это сказать не могу. Но если появляются вредители, то проводится соответствующая обработка от конкретного вредителя. От клеща свои препараты, корициды, от, допустим, тли, от трипса, здесь можно инсектициды какие-то брать. Ну, их великое множество. Здесь уже выбирайте индивидуально для своего вредителя средства борьбы. Колиусы могут поражаться мучнистой росой. Мучнистую росу лечим топазом, чистоцветом, скором. Ну, препараты достаточно такие запашистые, имеют не очень приятный запах. Поэтому все обработки от болезней, от вредителей я стараюсь все-таки проводить, когда они у меня находятся еще в теплице. Несколько раз эти обработки делаю, два, иногда и три раза могу сделать. В общем, насколько позволяет, время, пока они находятся в теплице, я эти обработки провожу. И вроде как у меня пока что ничего не замечено, ни вредителей, ни болезней. Так что уделите вот этому тоже внимание. Если у вас очень-очень переросли колиусы, и вам это не нравится, вы можете просто снять молодой череночек, укоренить его в воде. Обязательно в воду кладите таблетку активированного угля, для того, чтобы вода не прокисала, не загнивали черенки. И одной таблетки на небольшую вот такую емкость хватит. Могу просто в грунт поставить в какой-нибудь парничок, потому что у меня парнички сейчас есть, у меня там другие черенки укореняются. Вот могу отщипнуть и там в какой-нибудь свободный ячейку воткнуть. Хорошо они и в грунте укореняются, и хорошо укореняются в воде. Также может быть, если вы видите, что колиус плохо себя начинает чувствовать, он начинает погибать, также не ждите, когда он погибнет, срочно снимайте черенок и переукореняйте. Насчет цветоносов. Все цветоносы я зимой убираю. Они нам не нужны. Получается вот такая своеобразная прищипка. Тем самым мы даем возможность проснуться боковым почкам, которые делают наши кустики еще пышнее. В общем-то, ничего сложного в зимнем сохранении колиуса нет. Главная температура для них 20-22 градуса. Чтобы корешки были в тепле, не делаем перелива, не делаем пересушивания грунта. Следим за болезнями и следим за вредителями. Условия достаточно простые. Если все эти условия мы будем соблюдать, то все с нашими колиусами будет хорошо. И даже в зимние пасмурные дни они порадуют нас своей красотой. Ну, у меня на сегодня все. Всем хорошей погоды, всем хорошего настроения. Всем пока.